Энергосбыт, как обслуживающая организация, всегда старается строить свои отношения с потребителями по принципу добросовестности и разумности, отмечают специалисты. Однако недобросовестные клиенты все же находятся. За шесть месяцев выявлено 138 фактов нарушений. По всем составлены акты на 94,5 тысячи рублей. Основное нарушение – несоблюдение периода метрологической поверки счетчиков, но есть и более серьезные проступки. Существуют и другие методы воздействия на электросчетчики, методом монтажа скрытой проводки. Ну и понимаете, если в квартире это все сложнее сделать, какие-то ответвления, какие-то спрятать, то в жилых домах, в сельской местности, в одноквартирных блокированных домах, там это делается проще. Поэтому основные факты вот таких, скажем, как в обход счетчика, в основном они используются в одноквартирных блокированных домах в сельской местности. Выявить нарушителей не так сложно, рассказывают в энергосбыте. Персонал проводит анализ, сопоставляет количество отпущенной и оплаченной энергии. Если цифры разнятся, к потребителю выезжает рейдовая бригада и с помощью технических средств определяет, сколько электроэнергии было похищено и каким путем. То есть заплатить за потребленную энергию все равно придется, но уже гораздо больше. Для таких случаев есть специальная система расчета. Плюс к этому административное дело и штраф до 20 базовых величин для юридического лица и до двух базовых для физического. Несанкционированное подключение чревато не только финансовыми потерями. Монтаж несанкционированных схем в обход счетчика, он же может привести и к более печальным последствиям. То есть нарушаются требования по электробезопасности. То, где выполнял монтаж, как выполнял монтаж и соблюдались ли требования по электробезопасности при монтаже вот этих несанкционированных линий. К сожалению, они зачастую не соблюдаются. И это может привести к более печальным последствиям, такими как пожар и травмирование лиц, которые попадут под напряжение в результате монтажа этой несанкционированной линии. Обслуживание электросчетчиков, их замену и поверку специалисты энергосбыта проводят на безвозмездной основе и всегда рады качественно оказать услугу добросовестным потребителям, в том числе новым клиентам. Для передачи на баланс организации прибора учета электроэнергии во вновь вводимом доме есть несколько условий. Счетчик должен быть электронным, исправным, госповеренным и внесенным в реестр допущенных к эксплуатации на территории страны средств измерения. Кстати, для удобства клиентов в Солигорском межрайонном отделении филиала «Энергосбыт» начал работать единый многоканальный телефон 90103.